Неожиданно, так сказать, показывает какой-то ошарашенной женщиной свой орган и говорит, что это конституционный орган, все по конституции. Все-таки с Медведевым 30 лет, плющевой он такой мишка, понимаешь, и очень как бы нравится Владимиру Владимировичу. Если он сейчас делал одни изменения конституции, он через полгода делает новые, что ли? Да, это вполне возможно. Фуфло, идиотизм, что хотите, но это как бы конституция никакого отношения, конечно, не имеет. Ну и не говоря уже о государственном строительстве Российской Федерации. Последние изменения Российской Федерации в правительстве и попытки Путина изменить и политическую систему России, конечно, вызывают очень много вопросов, комментариев. Дело это обсуждается не только России, но и в мире. Россия, конечно, это не Америка, но, тем не менее, она большая региональная такая государство, которое, конечно, влияет на события вокруг себя. И поэтому это вопрос политической стабильности. Все интересуются, что там все-таки происходит. И, конечно, происходит с Владимиром Путиным, потому что, конечно, все в России, конечно, крутится вокруг личности этого человека. Что вот он хочет, какие у него капризы, какое видение, какие у него проблемы, вот от этого все и танцуют ваши изменения там конституции или правительстве. Нет ни интереса России, ни интереса будущего России, а исключительно личная проблема Владимира Владимировича. Там стали искать причину всех этих изменений в 2024 году. Что, дескать, заканчивается полномочия президента, второй срок Путина, это уже четвертый срок, но второй срок подряд. Значит, он не может быть уже избранным президентом. И вот он якобы танцует от этого. Ничего подобного. Владимир Владимирович не думает о 2024 году. У него 2020 год. Вот он не думает о 2020 году. Конечно, очень много было вопросов, связаны ли все эти события с транзитом власти. Уже определенное количество времени идет разговор, что все-таки есть у Путина причина, почему готовится к транзитам власти. И поэтому многие думали, что вот эти события тоже связаны с транзитом власти. Отчасти они правы. Но, тем не менее, Владимир Владимирович такой осторожный человек. Всего он боится. Ну, очень боится. Он поязливый человек. Поэтому, конечно же, иногда бывает так, что есть такие огромные наполеоновские планы. Но в последний момент Путин отступает. Не дойдет до конца. А как бы так половинчато какой-то маленький шаг там делает. Ну, и на этот раз получалось такое же. Вы видите, как смеется Клеп Павловский над этими предложениями Путина по поводу изменения Конституции. Ну, вуфло, идиотизм, что хотите. Ну, это как бы Конституция никакого отношения, конечно, не имеет. Ну, и не говоря уже о государственном строительстве Российской Федерации. Вообще непонятно, чего Путин вышел этими предложениями, что он хочет. Уже в Государственной Думе идут цельные шутки. Дело в том, что самая главная новость Конституции, ну, там, кроме каких-то популистических дел, там, что, как бы, минимальный прожитет, это минимум подписать Конституцию. Ну, кто же это видел, в общем-то, в бировой истории. Ну, Путин, чтобы народу понравились эти изменения Конституции, даже на такое идет. Но все же, как бы, главное там было то, что возникает новый конституционный орган, Государственный совет. Ну, что за этот совет, и что, оказывается, ничего не понятно. Там потом будет федеральный закон. Но зачем этот конституционный орган? Зачем он нужен? Ну, вот и пошли уже Думе шутки, что бывший министр юстиции Грашенинников и неожиданно, так сказать, показывает какой-то ошарашенной женщиной свой орган. И говорит, что это конституционный орган, все по Конституции. Ну, вот такие шутки уже пошли, потому что именно порнография. Но вообще, как бы, непонятно, как это может быть в одном нормально действующем государстве. Но путинский режим такой. Лично Путин, как бы, занимается тем, чтобы, как бы, подправить параграфы Конституции. Да-да, Владимир Владимирович лично в последний момент решил взять эти бумаги и стал свои каракули там куда-то поставить. Он же, как бы, закончил юридический факультет. Ну, конечно, какой он юрист? Или какие специалисты у него там Антон Вайна вместе с этим Сергеем Гириенко? Конечно, они никакие не специалисты. И получилось, конечно, очень плохо. Все смеются. Ну, что это, как бы, предлагали тут народу и федеральному собранию? Ну, казалось бы, тогда зачем он это делал? Конечно, изначально идея была другая. Конечно, изначально были наполеоновские планы по поводу изменения политической структуры России. Но, как бы, Путин, как бы, шаг со шагом, как бы, отстал от этой идеи. И получилось то, что получилось. Ну, и, конечно же, в ходе этого он еще стал снимать правительство. Преемник Владимир Владимирович Дмитрий Анатольевич Медведев, как бы, осталось без премьерского поста и был переведен совместителем Путина. Да-да, вы все правильно поняли. У Путина никогда не было совместителей. Теперь у него есть совместитель. Это Дмитрий Анатольевич Медведев. Это значит только то, что, как бы, человек есть, он там сидит в совете безопасности. Конечно, если вы заметили, как все это дело вокруг отставки Медведев было сорганизовано, но вы видели, они вышли вдвоем, как бы, в совещательную комнату, когда стали уже появиться министры. Их показывали довольно длинном месте. Вместе они сидели со столом, ничего плохого Путина о правительстве не говорил. И, конечно, венец этого то, что он предлагает пост своего заместителя Дмитрию Анатольевичу. Но, конечно, все это говорит о том, что Дмитрий Анатольевич в обойме, и он дальше будет работать. Но, конечно, следующая картинка такая, что вот соседание Совета безопасности. А Дмитрий Анатольевич уже, как бы, не правую, не левую руку Владимира Владимировича, но уже вот такой на пятой позиции. Путин, Мишустин, Матвиенко, Володин и потом уже Медведев. Ну, шестом позиции Антона Эдуардовича Ваина. Но, конечно, это по конституции. Конечно же, по конституции второе лицо премьера, третье лицо – это председатель Совета Федерации, четвертое лицо – это, конечно же, председатель Госдумы. Все правильно. Но, как вы понимаете, Путин мог, если бы он хотел это, поставить там этого Медведева там на правую, левую руку, как хочется, понимаешь, но он не стал этого делать. Это тоже определенный знак, особенно для бюрократии. Пока Дмитрий Анатольевич переведен на пятую позицию. Что будет дальше? Сумеет ли он реализовать свою идею о том, что он преемник Путина? Мы будем смотреть, потому что, конечно же, вопрос просто о том, что Владимир Владимирович никого не доверяет. Все-таки с Медведевым 30 лет, плющевой он такой, мишка, понимаешь, и очень нравится Владимиру Владимировичу. Потому что все Медведев как бы отдал. Но, значит, если нужен такой президент плющевой, значит, будут очередной раз назначить Медведева. Другое дело, что вы должны понять, что в ходе конституционной реформы делали только первый шаг. Просто Путин сейчас отступился. Но что будет дальше? Если он сейчас сделал одни изменения Конституции, он через полгода делает новые, что ли? Да, это вполне возможно. И вполне возможно, что вы уже не выбираете президента общенародным голосованием. А, скажем, он будет назначен федеральным собранием или еще какой-то там коллеги выборщиков создают. И без выборов и назначают этого президента. Но почему таким президентом не назначат этого плющевого Медведева? По-моему, вариант есть. Вы смотрите АРУ-ТВ